Так, дальше еще такой пост, но это сейчас уже, но это всегда будет актуально. Война – это очень плохо, очень. В данном случае войну начал Азербайджан. Таким образом, ответственность за смерть и разрушение именно на этой стране, на правительстве. Понятное дело, что все это при поддержке опаснейшего гада Эрдогана. Он осуществляет экспансию древнего мракобесия повсюду. Европа и Россия должны это остановить, прежде всего Эрдогана. Ну и так далее, и так далее. Я сказал, что осквернение Софии нельзя допустить и продолжать вот это все терпеть просто невозможно. Дорогой Евгений, рада вас видеть. Сегодня у меня к вам один вопрос. Как стране Армении добиться успеха? Спасибо за то, что вы есть. Счастья вам. Спасибо и вам. Вот знаете, если каждый отдельный человек, каждый отдельный будет счастлив в своей личной жизни, в бытовой жизни, в частной жизни, я думаю, что и все прочие будут счастливы. И армяне, и русские, и американцы, все, французы. Вот если каждый отдельный человек. Это очень важно. Я думаю, что если вы начнете с своей жизни, но я думаю, что если вы вышли на меня, на мои ролики, на книги, то у вас все должно быть прекрасно. Просто должно быть. Не должно быть, это как предположение, а должно быть. Вот. А что касается, как Армении, как дословно, как государству, как стране? Да, как стране. Добиться успеха. Как стране добиться успеха. Ой, так я не люблю эти. Понимаете, есть абсолютно очевидные вещи, которые я советую и утверждаю для любой страны, для прежде всего моей страны, для России, для окружающих, Украина, Белоруссия, Армения, Азербайджан, что угодно, да. Это движение по пути цивилизации, здравого смысла, то есть отказ от архаики, мракобесия, приближение к науке, к искусству, к свободе личности. Есть свобода личности, есть ориентирование, ориентация на науку, а не на религиозную дурь. Все, у вас уже будет победа, и вы будете жить точно лучше, чем соседи. Ориентация, конечно, на Европу. Россия должна быть в Европе, быть с Европы. Россия – это Европа, но, к сожалению, провинциальная. Ну, в Москве, в центре Москвы, не совсем провинциальная. В Петербурге тоже не совсем провинциальная. В целом, конечно, очень провинциальная. То же самое, я считаю, в Армении. Неважно, где находится. Я думаю, что, знаете, хоть там в Азии, неважно, на совсем Дальнем Востоке Европы – это цивилизация. Вот, я бы сказал, сформулировал так, не только география. Хотя, конечно, и география, и этнический момент – все. Армения, ну, ведь нет такого, понимаете, как, я не люблю говорить временными границами. Границы – это штука временная. Я думаю, что в Армении прекрасно об этом знают. Очень временная. Как и в России прекрасно об этом знают. Даже во Франции, где есть естественные границы замечательные, тоже об этом знают. Потому что у них есть Ильзас-Лотарингия, Монакка, Нормандия и прочее. И прочее – это регионы, которые долгие-долгие века спаривались, переходили из рук в руки и так далее. Вот там же живут армяне. Армяне, понимаете, я не специалист по этому региону, но зато я знаю лично каких-то людей замечательных и, наоборот, плохих. Я вам скажу так. Ну, начну с того, что мне особенно эмоционально, нежно, приятно. Среди тех, ну, это армяне, которые эмигранты, которые оказались в силу судьбы их родителей за рубежом. Это, конечно, Шарль Азнавур и Жорж Гарваренц. Жорж Гарваренц – это великий композитор. Я просто так слов на ветер, вы знаете, не бросаю. От меня добиться какой-нибудь похвалы, что не очень плохо – это уже очень хорошо, а если вы великий, значит, великий. И, ну, что сказать, как армяне. Если армянин Жорж Гарваренц, это для примера, сочинил, ну, у меня, я скажу так, вот из всего мирового, из всей мировой музыки, можете представить, что мировая музыка, да, и как я ее знаю, да, это, ну, это километры пленки, видео, аудио и прочих пластинок, это часы, это дни, это от Баха до Офенбаха, это эстрада, опера, оперета, все. Так вот, может быть, из всего этого у меня есть действительно сердечно любимых, самых любимых, ну, я люблю десятки, знаю наизусть и пою сотни арий и песен, мелодии знаю просто бессловесных. Но вот из всего этого многообразия у меня где-то 6-7 мелодий самых любимых. Вот вы представляете, что именно армянский композитор, именно Жорж Гарваренц написал целых две мелодии из этих семи. Это вместе с Бахом и другими композиторами. Поэтому, конечно, для меня это очень не чужой народ и не чужая страна, хотя никогда в ней не было. И вот, кстати, если кто-то будет из большого интереса изучать в быстрой такой плебейской энциклопедии биографию Жоржа Гарваренца и думать, какие две мелодии у меня его любимые, то с одной он ошибется, этот человек 100%. Но это отдельная тема. Азнавур. Многие другие мигранты, не мигранты, оперные певицы, певцы. Вообще певцы я многих знаю, дружу. Ну, понимаете, вот это то, что меня очень греет и связывает. И, с другой стороны, да, я наблюдаю и в новостях, и так по жизни иногда где-то, может быть, в юности смотрел, где-то на рынке, где-то еще что-то. Ну, вы знаете, такое поведение. Но это и в России есть такие, знаете, с таким поведением и с такими тоже, можно, анекдоты. Ну, как анекдоты про русских, про немцев, про евреев. Это все нормально, абсолютно. Но нужно как раз от этого-то избавляться. Всем перечисленным, в том числе от этих негативных черк, которые высмеиваются, в том числе и армянам. И вот, ну, как вам сказать. Я только из того, что я не специалист по Кавказскому региону. Ну, я говорю, у меня есть знакомые там в Армении, друзья, я что-то слушаю, я знаю какие-то базовые вещи исторические, политические. Ну, конечно, ребят, ну, я чувствую, ну, хорошо, у вас революция, в Европу все. Но, насколько я знаю, влияние церкви большое, большое. А с мракобесием надо, конечно, заканчивать. Вы или в науку в Европу, или не пройдет. Дальше. Вы понимаете, есть национализм такой здоровый, и нации, которые очень много создали в мировой истории. И национализм такой, знаете, как бы цивилизационный. Как вот во Франции, сейчас в Германии, сейчас, да. Они против пришествия дикари, но они не говорят, что французы лучше немцев, а немцы лучше французы. Все, как бы, понимают, что они единые европейцы. Вот нельзя допускать такого национализма местечкового. А национализм должен быть такого высокого, знаете, такого индоевропейского понятия, понимания, цивилизационного. Это обязательно. И надо быть, знаете, ну, учить, конечно, будьте умнее, это глупо. Но кто это? Будьте умнее. Подойдешь там к Сидорову, будьте умнее. Ну, как он будет умнее? Как и к умному, подойдешь, будь глупее. Умный не станет глупой, а глупый не станет умным. Но вот я знаю, что есть антирусские настроения и антирусские настроения в Армении. Я считаю, что это, как и какие-то, наоборот, имперские вещи в России, большая глупость. И кто-то должен быть умнее. Но кто-то, я все время прошу, русских, украинцев, белорусов, всех быть с какой-то стороны умнее. Но никто ни с какой стороны не хочет быть умнее. Большие страны имеют комплексы больших стран, маленькие страны и народы имеют комплексы маленьких стран и народов. Ну, как-то вот... Мне в этом смысле легче, потому что я всегда над схваткой. Для меня главное искусство, наука, люди, конкретный человек, а не вот это по лагерям детский сад. И поэтому вы можете быть против имперства, против Путина, против чего угодно. Но вы должны понимать, что геополитически, смыслово, исторически вы в окружении Армении, в окружении тех, кто может просто съесть. Там исламисты, там и Турция, и Азербайджан, и так далее, Иран. Все. Ну, вас просто геополитически, посмотрите на карту, вас могут съесть. Поэтому, конечно, нужно дружить с Россией. А вот в России Путин это плохо, но надо понимать, что Путин это временно. Как бы он долгий ни был, он просто временное явление. И здесь есть прекрасные люди, есть наука, искусство, и геополитика, и прочее, прочее. Вот это очень важно понимать. Надо быть умными. Но кроме этого я хочу сказать, что главное все-таки эстетика. И вот здесь уже тема анекдотическая. Вы знаете, я, так сказать, путешествуя по Москве, передвигаясь, я иногда проезжаю мимо армянского кладбища. И вы понимаете, редкая, ну, я так издалека смотрю, значит, редкая птица перелетит через высоту некоторых монументов, памятников работника торгового треста, работника рынка, директора ресторана. Вы понимаете, ну, я видел памятники египетским, так сказать, как бы, ну, сфинкса видел, и фараонам. Не памятники, конечно, но и изваяние фараонов, и памятники Наполеону, Бисмарку я видел. Но, понимаете, какой-то замначальник, памятник замначальнику рынка, его, знаете, масштабность, его значение в мировой истории, в истории Москвы, в том числе, конечно, оно, я не хочу сказать, что оно переоценено. Ну, его невозможно переоценить, да, но, смотрите, просто вот, и, говоришь, имена, имена такие роскошные, имена английские, испанские, датские, там, Гамлет, Рафаэль. И вижу этот Гамлет, и, понимаете, тут надо как-то немножко, ну, как вам сказать, ну, вот, чуть-чуть, как-то, понимаете, изящнее, что ли, к этой ситуации, изящнее. Вы же хотите в Европу, в этом смысле, как-то изящнее. И, я вам скажу, у меня потрясающая приятельница есть, она владела, сейчас, я не знаю, владеет, но какое-то время назад, владела салонами модной одежды. И, не буду называть имя, она достаточно известная, она армянка, и у нее отец очень знаменитый был архитектор армянский. И вот, знаете, то, что мне не под силу торговый какой-то навык, она великолепна. Как-то я зашел к ней в бутик, сидим, и заходит посетительница. Вот, знаете, ну, вот просто такая жирная, 10 кабалье, 10 кабалье, и, значит, нос туда, это тело сюда, значит, на перекрестке вторая часть носа, ну, вот просто. И, а это сама очень симпатичная такая фигуристая хозяйка бутика, и смотрит, и это смотрит, значит, платье, которое, ну, вот точно ей, вот ей точно эти платья нельзя. Вот все, что она смотрит, это ей точно противопоказано. А это моя приятельница, так, к ней подходит, и, ну, там эти платья дорогие очень, и говорит, это твоя вещь, это твоя вещь. Я никогда это не забуду. Вот это торговый навык. Я ржу просто еще еле-еле, ну, нельзя смеяться, потому что тогда она не купит у этой моей приятельницы платье. Вот. Да, значит, и вот эта обтягивающая гусеница, ужас, просто она покупает это платье. Вот, по-моему, тоже, кстати, армянка зашла. Хотя, не, не, не уверен. Ну, короче говоря, вот такая история. Разные же есть. То есть, вот эта, которая была владельницей бутика, такая вся, ах, очень эстетская. Париж обожает дело тоже здесь. Такие парижские показы, вечера. Вот. И все очень разное. Потом у меня была статья с одним замечательным исследователем, исследователем истории из Армении в Баковском, так сказать, в университетском издании на армянском языке. То есть, я написал по-русски, а там перевели на армянский язык, я не посмотрел, ничего не понимаю, но выглядит очень красиво, так эти все. Ну, вот. И у нас как бы две фамилии, значит, моя и потом его стоит. Ну, концепция моя и какие-то там технические моменты его. И он поставил в Фейсбук. Я смотрю, значит, там комментарии армян. Восхитительно, великолепно. И называют только его имя. Потрясающе, какой успех. И только его имя, да, хотя все знают, что, значит, мои идеи, я в сто раз более известный и так далее. Это не в смысле меня, мне даже вообще это плевать, поверьте мне, это что ничего не нужно. Но я все это смотрю, вот, и, ну, так, с ним списываюсь, он говорит, ну, извини, ну, это такая деревня здесь, и все, понимаешь, они, конечно, такие комплексы, только, понимаешь, вот наш, значит, этот самый, наш там, Сема, ну, условно, конечно, это имя-то не армянский, я условно, это вот, вот наш, все мы из нашего местечка, он человек, да. Понимаешь, вот эти все, и комплексы имперские, комплексы местечковые, все надо убирать. С двух сторон надо быть умнее. Вот я думаю, что тогда будет все хорошо. Ориентироваться надо на над, да, то есть не на местечковость, а над. Вот, вот музыка Гарваренса, это такой ориентир. Вот я вам что хочу сказать по поводу этой ситуации, так развернуто. Ну, всем удачи, потому что я вам очень желаю большой там удачи и очень с нежностью отношусь к Армении и к Армянам. Да, дальше. Арман отправил 3000 рублей. Здравствуйте, Евгений. Как вы знаете, в Карабахе сейчас происходят ужасные события. Не могли бы вы рассказать о данном конфликте с исторической и юридической точки зрения? Каким видите исход войны? А вот неожиданный начало такое, все. Кавказ, Армения, Азербайджан. Вы понимаете, какая штука? Прежде всего, по поводу вопроса. При всем моем нежном отношении, как к Арману, да? Да, Арману. Арману. Ну, Арману вообще французское имя. Но я думаю, что пишет Армянин. Вот как раз то, о чем я говорил. Они любят Рафаэль, Гамлет. Вот тут как-то... Я очень люблю имя Арману. Очень просто. Хотя Арманами называли обычно в концерте 19 века. Арманами звали всех. Лифтеров в дорогих отелях. Мальчиков на побегушках звали Арману. Но это отдельная история. Надо Томаса Мана читать. Так вот, что я могу сказать? Прежде всего, при всем уважении к данному подписчику, к донатору, к Арману. Вот этот тип вопросов. Что вы думаете о очень локальном, безумно местечковом конфликте? Причем, как сформулировано? Юридически, исторически. Как будто я эту тему исследую. Как будто она меня интересует. Как будто она кого-то в мире вообще интересует. Это то же самое, что спросить там про... Там же в Конго, допустим, идет. В Центральной, Южной Африке. Постоянно идут между племенами какие-то стычки. За территорию, без территории. Неважно. Но то же самое спросить. А вот что вы юридически думаете? Исторически, поздатыми. Со всем этим. Я эти вопросы презираю немыслим. Вот Леонардо да Винчи, Наполеон, Англия, Италия. Вот наука, квантовая физика. Все эти темы, которые должны волновать любого нормального человека. И тут мне вдруг... А вы, наверное, круглые сутки всю жизнь думаете о Карабахе. Как это? Это в безумии. Сам вопрос по себе совершенно безумный. А скажешь, нет. Вы сказали, Африка. Но вы же русский. Значит, должны что-то в этом смысле думать, знать. Минуточку. Вы говорите, что не надо имперства. И тут же думаете, что давайте, если русский, отвечайте про Карабах. Или что-то в Украине, Белоруссии и прочее. Ребята, так не пойдет. Или туда либо снять, либо надеть Карабах. Поэтому это первая часть. Я, конечно, отвечу. Потому что я, к сожалению, так вот вышло. Я не знаю, как это вышло. Но я в жизни знаю нереально много про все. И, знаете, во многих знаниях многие печали, хотя и радости. Я, конечно, отвечу. Но я повторяю, что это тот вопрос и тот тип вопросов, которые я презираю безмерно. Вот просто незнамо как. И вам советую жить не местечковым, а там, где Леонардо Винчи и физика, и химия в целом. Что касается Карабаха. Есть аспекты исторические, географические, юридические, так сказать, очень разные. Исторически эта территория, она, безусловно, больше двух тысяч лет. Больше некуда. И редко какая территория другая в мире так долго кому-то принадлежит. Она принадлежит армянам. Ну, Армения как государство, она видоизменялась. Там много-много. Как и про Россию. У нас очень смешно говорят, что вот Россия там в таком-то веке. Но это другое было государство. Но, в общем, там жили армяне исторически. И до как бы вот прихода Азербайджана там всегда было не просто большинство, а абсолютное большинство армян. Ну, если там практически одни армяне, чего это? Ну, наверное, армянское. Это такая вот простая логика. Это факт. Исторически, я думаю, что ни одним ученым не может быть подвергнут сомнению. В смысле того, что это исторически всегда было территорией, где жили армяне. Это безусловно. Если кто-то там недавно или относительно недавно захватил, ну, это ворованная вещь. И, ну, если кто-то украл и давно украл, или хорошо украл, это не значит, что это вещь его. Вот. Это первый факт. С другой стороны, юридическое. Давайте думать. Вот ссылаются, говорят, что вот было решение. В каком-то 20-м и 21-м году вошло в состав Азербайджана. На минуточку. Там, если я не ошибаюсь, 4 июля было решение, что это передаем Армении, а 5 июля что-то совсем в другой стране. То есть, Азербайджан. То есть, это диаметрально противоположное решение. Можно всерьез относиться к такому решению юридически, научно, как угодно, которое не с разницей там, я не говорю, 10 лет или столетия, да, или даже неделю какое-то заключение экспертов и так далее, или размышления, консультации. А вот в один день так, в другой день так. И к этому серьезно относиться научно-юридически нельзя. Ну, хорошо, юридически подписан так сплечь вдовой, как у Грибоедова. Хорошо. Если вы хотите юридически. Ну, да, действительно, большевики приняли такое решение. Но, давайте подумаем, а кто такие были большевики от упору? Это были бандиты, которые захватили власть в России и которые были непризнаны, которых мировое сообщество не признавало. Дело в том, что Советскую Россию и Советы, и то, что было перед СССР, до образования СССР, собственно говоря, признание, международное признание еще не произошло. Ну, последнее, вы знаете, одно из последних крупных это было признание Америки уже 30-е годы, но не Франция. На момент, когда совки, большевики, ну, совки неправильные тогда еще большевики, значит, признали азербайджанской территории, эти большевики, как власть, не имели никакого международного статуса и признания, понимаете? То есть, они в международном смысле, их решение, они могли принимать что угодно, могли там Луну присоединить к Солнцу и с таким же успехом абсолютно. Вот. А до этого была война армяно-азербайджанская, на которой, естественно, помогали, значит, и турецкие там дикари из Турции тоже. И она была не очень неудачной для Армении, просто были колоссальные захваты со стороны Азербайджана. И европейцам на Парижской мирной конференции было настолько глубоко наплевать на то, что происходит в этом регионе, по самым объективным причинам, по тем причинам, которые я сказал в самом начале ответ на этот вопрос, плевать, потому что плевать, да? И по факту там кто-то оккупировал, ну, оккупировали, оккупировали, пусть так будет, чтобы не перевоевывать, потому что им не до этого было сейчас. Вот. Но они очень плохо сдали этот регион, всерьез тоже никакого экспертизы не было, без экспертизы какое может быть решение, вот. И это было как бы статус, статус, вот, ну, кто оккупировал, тот оккупировал, да? Но поскольку потом была советизация этого региона, и уже, так сказать, за все это ответственны были советы, да, которые на тот момент, на момент советизации не были признаны международным сообществом, а здесь уже возникает юридическая коллизия и так далее, и так далее. Но я повторяю, что юридически, вот что я вам хочу сказать вообще про юриспруденцию, которую я, знаете, интеллектуально, к сожалению, к счастью, я не знаю, в общем, я честно скажу, я презираю, потому что все, что я знаю о юриспруденции, судах сейчас, в России, в Америке сейчас, о том, как менялись законы из века в век во время мировой истории, диаметрально от эпохи, от страны к стране, от эпохи к эпохе, диаметрально. Это заставляет меня глубоко презирать юридическую юридическую коллизию, потому что там вот эти закорючки, постоянные изменения законов, и все это не лежит на базе, как правило, науки, да? То, что сегодня левацкие законы на Западе, они полностью противоречат науке, истории, биологии, социологии, антропологии, физиологии, всему и здравому смыслу. Ну, это же нужно как-то принимать, а как это принимать? Поэтому в данном случае я вам хочу сказать, что можно найти любые ходы, прецеденты и провести разбирательство и суд и так далее, как вот в любую сторону. Поэтому я считаю, что надо рассуждать логически, исторически. Ну, а сегодня, вы понимаете, главное это действительно остановить войну, потому что мы очень так красиво, научно рассуждаем, но гибнут люди. Чтобы гибнут вот раз и нет, это все, это нет человека, нет ничего, да? Поэтому надо остановить войну, а войну, к сожалению, начал Азербайджан, это просто факт, при поддержке дикаря Эрдогана, почему его надо наказать. И при этом я хочу сказать, что то же самое, что я говорил об Армении, вот, ну, не то же самое, просто так же про людей. Понимаете, ну, вот Азербайджан, который, у меня в Азербайджане тоже очень много поклонников, замечательных ребят, и пишут там, они страшно тоже подвержены этим националистическим делам. Пишут там, ну, как вы можете, это наше, вот там, значит, дом, уже там столько-то месяцев, лет и прочее. Ну, вот, ну, чужая территория пришла, и оно понятно, что теперь неприятно. Не надо делать ошибок, вы понимаете? Исторически, я вам скажу, чисто не там, где убирают, там, где не ссорят. Как с китайским вирусом, не надо было пускать китайский вирус в цивилизованные страны, не надо было принимать миллионы китайских туристов, тогда не было бы вируса. И там, как спокойно дохли, у себя так бы и дохли. Так и здесь. Не надо совершать исторических ошибок, не надо оккупировать чужую территорию, потому что потом будут вечные терки с местным населением, с неместным населением и прочее, и прочее. Я хочу сказать, что будьте над и поклонникам из Азербайджана, которых вот конкретно их, я очень с нежностью, с любовной нежностью отношусь, да, не будьте подвержены вот этим вот большим глупым словам и лозунгам, не живите лозунгами, живите собой, живите наукой, добротой, живите собой. Вот. Я бы хотел, чтобы все это вот... Это закончить невозможно, к сожалению, я бы это закончил, но в ситуации, когда я вижу с одной стороны, с другой стороны и вокруг Олухов, это нескончаемо, это будет очень долго, война не закончится. Это будет вечная обида, это будет вечный конфликт. Я считаю, что это можно решить. Вот надо умно, харизматично прийти третьей силе, объяснить, вот как сейчас я говорю, с людьми, поговорить с людьми с двух сторон очень серьезно, очень глубоко, очень в глаза и решить этот вопрос. Это можно. Я бы этот вопрос решил, если бы у меня были бы ресурсы правительственные, скажем так, дипломатические, а не вот такие, так сказать, индивидуального характера. Ну, а умных людей там нет, они поэтому и не решают эту проблему. Поэтому вечно будет война, ничего это не закончится. Ну, подпишут там, будет дальше продолжать ненавидеть, готовить, потом будет опять война. Вот. Это надо совершенно по-другому решать. По уму решать, по добру решать, по логике решать. Для этого другой совершенно вообще уровень интеллекта должен быть и подхода к ситуации. Ну, я в данном случае не имею этих ресурсов.